Саранская пенсионерка получила условный срок за ножевое ранение, нанесенное сыном. 11 октября прошлого года в полицию из городской больницы поступило сообщение о том, что 39-летний мужчина был госпитализирован с колото-резаной раной живота из своего дома по улице Чернышевского. Выяснилось, что в этот день пострадавший, имеющий слабость к алкоголю, вернулся домой нетрезвым. У матери, с которой живет, он начал просить деньги, чтобы снова купить горячительные напитки. 58-летняя женщина попыталась отчитать сына, завязалась ссорой, и мужчина оттолкнул пенсионерку. В этот момент она готовила обед, ножом который держала в руках. Она нанесла сыну ножевое ранение. Пенсионерка обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину в совершенном преступлении женщина не отрицала. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По приговору суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Жительница Тенгушева, покупая шпица, стала жертвой мошенников. 27-летняя девушка нашла на сайте бесплатных объявлений человека из Нижегородской области, готового продать порозистого щенка за 16 тысяч рублей. С владельцем собаки она договорилась о сделке. Он, в свою очередь, попросил перечислить предоплату, заполнив форму посылки. Наивная девушка указала реквизиты своей банковской карты, и с нее была списана установленная сумма. Однако с 16 тысячами не ограничилось. Спустя несколько минут произошло еще два автоматических списания денежных средств на общую сумму 37 360 рублей. Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Разыскиваются причастные к преступлению. Устанавливаются его обстоятельства. Напоминаем, при интернет-торговле никогда не стоит передавать посторонним трехзначный код на оборотной стороне банковской карты и коды из СМС-сообщений от банка. Не следует также переходить по непроверенным ссылкам. Оформлять заказы нужно лишь на проверенных сайтах, а условия сделки обсуждать во встроенном мессенджере, а не по телефону или на сторонних ресурсах. Саранские полицейские изъяли около пяти граммов мефедрона при досмотре автомобиля местного жителя. Наркотики были обнаружены у водителя «Лады Приоры» накануне около двух часов дня по улице Ворошилова. На 34-летнего мужчину завели уголовное дело за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Проводится расследование. По отношению фигуранта избраны меры пресечения подписка о невыезде. Уважаемые граждане, если вы располагаете информацией о фактах распространения перевозки и хранения наркотических средств, организации наркопритонов, пропаганда и рекламы наркотиков, в том числе в сети интернет, просим сообщить об этом по телефону 47-77-71 или 02. Житель Саранска подозревается в краже перфоратора. 12 апреля молодой человек захотел приобрести инструмент вместе с зарядником и аккумулятором. Взяв товар со стеллажа, он пошел к кассе, однако уже в очереди решил за инструмент не расплачиваться. И пока кассир обслуживал других покупателей, вместе с перфоратором вышел на улицу. Пропажу сотрудники магазина обнаружили на следующий день. Ущерб составил 9262 рубля. Сдержали фигуранта 13 апреля, когда он снова пришел в гипермаркет за товаром. В отделе полиции молодой человек признался всадеянным. Похищенное изъято по месту жительства подозреваемого. Расследование продолжается. Полиция разыскивает подозреваемого в краже кошелька. Это произошло 17 апреля около 16 часов. Потерянный кем-то кошелек, где находились 5000 наличными и банковская карта, мужчина подобрал в универмаге по адресу Пролетарская 108 в Саранске. Приметы на вид 45-55 лет, среднего телосложения, был одет, шапка черного цвета с полосой, темная удлиненная куртка, синие джинсы, ботинки черного цвета. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону 8 83 42 29 90 02 или 102. Продолжение следует...